Привет, друзья, привет! Это MusicMagTV. Мы по-прежнему на выставке Music Mesa 2019 в городе Франкфурт, Германия. И вот прогуливаясь по довольно огромному, скажем, прямо павильону с кладочными инструментами, мы неожиданно совершенно наткнулись на вот такой небольшой стенд английской компании под названием Complia. Как я правильно... Complia или Complia, если я правильно все читаю. Ребята занимаются созданием вот таких вот довольно интересных, необычных 3D-контроллеров под названием ZOA. ZOA это какие-то, как мне сказали ребята, древние медузы, и вот, собственно, тут вот это можно... В такой формы, тут можно все увидеть, как эта штука работает. Но давайте я для начала вам покажу, она сейчас подключена к Ableton, я вам покажу и потом все объясню. Субтитры сделал DimaTorzok То есть такая трехмерная штука, сейчас она подключена по USB, по USB она и питается, которая управляет любыми софтовыми плагинами с помощью специализированного Max for Life девайса. Девайс вот тоже называется ZOA, вот здесь вот именно имеется. И любая из трех осей здесь присутствующих назначается на любые, соответственно, параметры. Ости здесь три, это вот покачивание вверх-вниз, покачивание влево-вправо и поворот. Вот. Все это, как видите, очень интересно подсвечивается, красиво. Можно, кстати, цвета подсветки также менять. Ну и как бы для тех, кто сейчас запреуныл, так скажем. А что это опять только для Ableton Live, да? Не только, друзья, для Ableton Live, не только. Вот если мы сзади здесь посмотрим на заднюю панель, мы увидим такие мини-джекчики, которые на самом-то деле, на самом-то деле могут использоваться для передачи стандартного MIDI и CV-gate сообщений, друзья. Вот так-то. То есть вы эту штуку, в принципе, можете использовать даже для управления модулярами, если вам того хочется. При этом ее придется питать от USB, можно в розетку вставить, можно от любого пауэрбанка подключить. Ну и ребята говорят, что следующая модификация этого девайса будет уже оснащена встроенным аккумулятором, который можно, говорит, просто заряжать, использовать девайс в автономном режиме. Вот. Подробнее вы про эту штуку сможете почитать вот на этом вот сайте. Комплия, точнее, будет сказать, Music. Купить ее, по-моему, можно уже сейчас, но на данный момент они находятся, ну, они не находятся все еще в серийном производстве. То есть ребята собирают их вручную. Стоимость такого девайса пока что 200 евро. Однако в следующем году они обещают запустить Kickstarter-компанию по сбору средств на серийное производство. И с этого момента я надеюсь, что эти штуки будут еще дешевле стоить. Ну и я думаю, что стоит обратить внимание, потому что вот все эти трехмерные контроллеры, типа роли и тому прочее, это сейчас довольно модно. Всем хочется вводить изменения параметров, записывать автоматизацию какими-то нестандартными способами. Особенно если у вас модуляр, ну, потому что таких контроллеров для модуляров вообще мало. Ну, собственно, вот такой мини-стенд. Интересно читаем. Ну, а мы двигаемся дальше. Большое спасибо, что вы с нами. Не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!